МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди объектов, представляющих интерес у туристов, помимо горного воздуха, оказался и Центр технических видов спорта. Он открылся в январе этого года. Областное учреждение, базирующееся на аэродроме Пушистой Корсаковского района, взялось культивировать нетрадиционные для нашего острова, но очень подходящие к его характеру авиационные, снегоходные, парашютные, конные, квадроциклетные, мотоциклетные и многие другие виды экстремальных занятий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областной центр технических видов спорта начал стартовый сезон ярко. Он провел ряд крупномасштабных соревнований, среди которых зрителям прежде всего запомнились массовый экстремальный забег и международный этап грязевых автогонок Рейнфорест Челлендж Сахалин. И для проведения подобных мероприятий окрестностей аэродрома Пушистой самое идеальное место, оно сложное по рельефу, с отличным перепадом высот. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После этого в ЦТВС объявили набор в четыре спортивные секции, обеспечили воспитанников всем необходимым. Сегодня на регулярной основе в активный образ жизни вовлечены 102 ребенка. Пока у центра нет автобуса для перевозки детей на тренировки. Но в планах стоит его приобретение. Для всех детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, для организованных групп с различных детских домов, для детей с какими-то проблемами со здоровьем, мы все делаем бесплатно. Поэтому будем рады, если они будут звонить, эти организации записываться к нам. И мы постараемся максимально сделать для них приятное времяпрепровождение. Но важным социальным направлением в своей деятельности центр не ограничился. Широкие возможности он решил презентовать на первом промо-туре для восьми сотрудников туристических компаний Сахалина. Широкие возможности Задачи у всех одни. Это развивать туризм на Сахалине. И здесь наша задача именно дать технику и показать красивые маршруты. А люди, туристические агентства, их задача поставить нам туристов. То есть каждый занимается тем, что хорошо умеет. Я думаю, именно благодаря такому симбиозу у нас должно все получиться. Туристическая линейка на зимний сезон 2016-2017 разнообразна. Прежде всего, это аренда снегоходов. Снежные скоростные прогулки по живописным местам в районе Пушистого. Кстати говоря, туроператоры первыми обновили только что поступившую на вооружение русскую механику. Она не хуже зарубежной. Ну а я сижу на отечественном снегоходе. Варяг, Рыбинск. 550 кубических сантиметров. Мощная техника. Отличные здесь маршруты. Красота. Это и берег моря, это и лес, и скоростные трассы. То есть здесь ездят покататься. Территория огромная позволяет. Сейчас мы заканчиваем монтаж бани, которая будет у нас здесь. Русская баня. Будет место, где можно будет перекусить, переодеться. Редактор субтитров А.Семкин Гостям в процессе экскурсии рассказали и о ценовой политике. Так, час познавательной прогулки на снегоходах обойдется в тысячу рублей. Можно сесть за руль как самому, так и предоставить это право опытному инструктору. Впечатления очень положительные. Было очень хорошо, красиво, свежий воздух, отличная природа. Много красивых мест, которые можно предлагать нашим туристам и людям, которые заинтересованы в этом. Зачем это нужно? Сегодня ЦТВС развивается. ЦТВС идет вперед семейными шагами и они берут очень много направлений, которые интересны туристу. Особенно это интересно зимой, потому что мы готовимся принять большое количество горнолыжников, любителей лыжного спорта, горного воздуха и так далее. И помимо этого мы должны наполнить их отдых не только горой, а еще другими моментами. Мы с вами находимся в настоящем зверинце. Вот эти собачки, вот как раз со мной рядом маламут, его зовут пилот. Видимо в честь назвали ЦТВС. Ну а что могут здесь предложить, так это езду на упряжках. Вот так вот. Все. На самом деле это замечательно. когда вот в одном месте можно сразу такое огромное количество услуг получить. Ну, грубо говоря, да? Это и общение с животными, вот такое живое, да? Игривые. Игривые, замечательно. На самом деле, ну, было страшновато заходить. Вот, казацкие клетки, такие звери, да. На самом деле, очень ласково, очень приветливо. Я думаю, дети особенно будут в восторге. Ну что, прокатились с ветерком на снегоходах. Побывали в собачьем вольере. Ну, а сейчас мы находимся в Манеже, где пасутся лошади. А в центре технических видов спорта их шесть. Все рысаки. Манеж под открытым небом. Рядом находится и конюшня. Фотосессии, конные прогулки, кормление лошадей. Здесь всегда открыты для потенциальных туристов. На прошлой неделе мы вернулись с командировки. Мы ездили по Дальнему Востоку. Это Благовещенск, Владивосток, Хабаровск. Где мы презентовали туристический продукт, зимний туристический продукт Сахалинского региона. Для туроператоров, турагентов Дальнего Востока. Одной из основ после горного воздуха, естественно, был ЦТВС. Это место, где можно прокатиться на лошади, на снегоходе, в собачьих упряжках. Это колорит. Это очень интересно. И на самом деле это является продуктом местного производства. Потрясающее впечатление от сегодняшней поездки. Замечательные люди. Доброта чувствуется, которая принесет пользу детям, которые вот здесь. Да, людям, которые приедутся отдохнуть. А красоты вокруг какие. То есть виды. Ну, очень понравилось. Располагают к себе. Надеемся сотрудничать. Ну, что, очень довольна поездкой. Ну, а когда все-таки они попадут в вашу линейку? Будете ли предлагать туристам? Конечно. Хотели бы сами сюда приезжать отдыхать. И будем агитировать людей. Полеты на параплане, системы дракон, игра в пейнтбол, корпоративный и семейный отдых. В центре технических видов спорта ждут всех. Ценовая политика обещает быть в разумных пределах. Ну, а сервис обещают вывести на качественный уровень. Без большого количества клиентов нет и развития. Это, конечно, нужно как можно больше людей привлекать, чтобы делать сервис, делать доступные цены. Чтобы не один человек там приезжал, и мы пытались там окупиться за счет него. Между учреждением и туроператорами с помощью туристко-информационного центра, который был инициатором ознакомительной поездки, будут заключены договоры о сотрудничестве. Эта работа ведется в связи с ориентацией Сахалинской области на развитие внутреннего и въездного туризма. ЦТВС предоставляет во многом уникальные для острова услуги. А потому, по мнению представителей туркомпаний, они будут крайне востребованы.